Воскресенье, отличное солнечное утро, я даже не успел позавтракать, поэтому все беру с собой, а я на фоне поезда, а это значит, что это будет железнодорожная тематика, смотрите. Управление кинотеатра предупреждает, отложите ваши стаканы, через несколько секунд начнёт. Ну что, мы уже в поезде, так что поедем. Наши эстонские дороги уже более ста лет, а новые поезда из-за того, что они такой формы и оранжевого цвета называются в народе морковкой, поэтому если не видели, посмотрите. Как они выглядят? Что, как тебе сиденье? Удобно и мягко? Удобненько. Есть место для зарядки, есть маленькая мусорка. Да, кстати, да вот, вот они едут, не гремят, как раньше, волосатые времена, я помню, в тамбуре особенно едешь. Мы уже в пути, едем, ехать нам примерно час, через час будем там. Я очень надеюсь, что мы попадём туда, куда мы хотим попасть, отснимем видео, сами посмотрим, вам покажем. Поэтому смотрите, подписывайтесь обязательно, потому что без подписки вы не видите, когда выходят новые видео. А также вы можете стать спонсором нашего канала. Об этом есть вся информация. Дастанька свой крест, всемогущий. Крест всемогущий. Я же батюшка. Ты как это самое, без Богомандери на дело мы не шли? Ну да. Кстати, в своё время в поездах, я не знаю как час, можно было до семи лет ездить бесплатно. А так как я такой мелкий, короче, я к родственникам до десяти лет ездил бесплатно и говорил, что мне семь. Вот так вот. Дело дело. Короче, понятно, ты с билетами. Ну да, о чём я? Я малыша, ребёнку на что платить. Я всё детство провёл у родственников за городом. Ну это 20 километров от Таллина. И поэтому на поездах езжу очень долго, много. Вот здесь, кстати, есть ливнёвка 16 века. Ну там полностью не пройти, но вот сама кирпичная кладка, вот это всё осталось. акуш... раздание! Кстати, на той стороне, правда, будет дом, откуда я упал с третьего этажа. об этом возможно я позже расскажу на стриме расскажу об этом если спросите а в этих дорожах я знаю что есть люди которые даже же из-за того что не какое-то психическое расстройство из-за того чтобы платить в квартирах дорота здесь да да ну по моему там не электричество электричество на этом все не туалета ничего нету я знаю если они которые там живут я знаю другое место в таллине где целый гаражный городок ты стояла месяц платит и живу понятно дело никаких условий не туалета ничего они уже построили новый перрон мне это пандус какой-то там блин странно не говорили что они здесь еще один пером построить еще один не похож там же на вокзале новую ветку построили я знаю что там только это сам разобрали как его товарный стану ну посмотрим и это вся грандиозная стройка в рамках программы рэйл балтика то есть по идее от нас должен будет ходить поезд до германии через всю припалтику польшу короче там грандиозная вообще стройка да только когда это будет и какие там цены будут на билет еще тоже в дальнейшем увидим но я думаю не дороже чем билет на самолет рядом потому что будет не рационально да что это будет стоить столько же будет проще на самолете но они прошли говорю что да если это если это что это следующая герва нет надо будет прийти погулять идем погуляем иногда вот так вот где-то проезжая проходя мы видим заброшенные места и потом уже идем тоже часто спрашивают как вы находите по-разному но это один из способов как можно найти заброшенное место вот не только заброшенное можно увидеть новостроить это не по-настоящему если ехать на руку на тюрьму то надо на автобусе у них поехали на поезде типа до вазолема то не мы приехали до вазолема вот очень часто 2 что это тюрьмы как с этим против у нас на канале тоже есть видео и причем не про одну как минимум про две даже три но хотя бы на батарее не так много чего осталось но все-таки до 4 месяцев с францией даже 4 самое интересное хотя там мало что сохранилось это батарея потому что в свое время это была крепость потом это было тюрьма немцы и фашистов и потом уже обычная тюрьма поэтому посмотрите на канале сломайте свой язык прочитайте название да если вы не из эстонии конечно то для вас произнести слово пяаскула наверно будет сложно но возможно что-то странно метр проехали встали да может кто-то там торопился бежал в поте лица обычно у нас поезда кстати достаточно вовремя приходят по времени очень редко чтобы опаздывали это зеленка хочется вам пацаны каких-нибудь пейзажей но кто-то в основном частный сектор сейчас уже пойдет что-то короче сейчас скажет баба дуст эльдэси ронг или катя да все катя и тогда тогда у нас все обломается кстати здесь есть тоже интересно это для пашечка да такой территорий бомбарь кроме работы но когда-нибудь возможно я давайте за его защищают как это сам нет я не говорю что в ближайшее время может быть когда-нибудь мое снимем там видео только если договариваться кстати кстати здесь какие-то тоже я видел непонятные маленькие сооружения ноуты да на бомбарь не похоже ничего не тот тоже проходили военные действия плюс пяскала как бы плохо что я не могу вспомнить в мяннику где я видел какие-то сооружения прям в лесу интересно было побывать пока погода хорошая может быть мы там на великах покатаемся если найду то сходим сейчас я бахну кофейку через 40 минут мы включимся обратно мы находимся в здании электровокзала то есть бывшего вокзала сейчас пройдем посмотрим что здесь сохранилось что осталось щит конечно раздор раздербанили сильно достаточно да датчиков нету нету я таких даже не видел класс вот это надо обязательно сфотографировать это представляете насколько старый этот автовокзал каждый же эта кнопочка на что-то значила то есть нужно было знать полностью эту систему пломбы стоят до сих пор двух тысячи четвертом году офигеть как он старый это аппаратура пикает походу да туда же ключ что-то написано место нахождения не хотим показывать потому что обычно если кто-то куда-то приходит некоторые не могут просто посмотреть в амарк поэтому адреса не парень внутри что это что-то за системы сохранность 15 месяцев это батарейки этот самый сейчас покажу что пикает потом пофоткаешь пошли бы да давай давай он пожарный до дверка смотри как тут скорее всего окошко открывалась сейчас это уже заклинило потому что многое раскрасили и возможно отсюда продавали билеты но не факт потому что здесь же пульт управления странно книги все персональный компьютер для чайников кто-то учил кому-то было интересно может кто-то из старого типа работников хотела разобраться в этом сам великий человек это понятно христианская литература скорее всего про иисуса а ух ты турво контроль это что турво контроль ну типа этот охранный контроль какой-то ну тебе вот до самом вот и а м так в вот к что это просто шкаф какой-то это печатная машинка станок сам ты стану я не настолько древний поэтому я могу не знать никаких названий ты не заслал таких машинок никогда на них не печатал ты короче вообще бубль губ были нифига смотрите так все поросло паутины все просто в паутине думал что сейф это не сейф ничего не осталось что это не знаю я думал что то печать покажу это пока переверни какой-то аккаун может быть тоже он телефон древний тоже смотрю так позвони мне позвони а трубки уже нет оторвали какие-то ты хоть застал не конечно да ладно хорошо хоть я знаю как с ней звонить он это вообще-то прогрызли тебе у меня у родственников до сих пор похоже они живут рядом сталина мы все равно такой пользуются он не провалиться даже вот запах старый старый то есть срок действия истек в 1990 каком-то гадонеж прибалтийская железная дорога какая прибалтийская а там трясло это этот судок услышишь а туда просто приколите ребята просто тупо это шкаф короче посрал такой сделал свои дела сверху взял туалетную бумагу да достал парашу пошел где-нибудь вылил охренеть вот таких я тоже не видел как техники это мне нравилось о это вообще такая как красная древняя штука красиво с орнаментом да сейчас вряд ли он уже что-то такое делает какой-то бумагу бежок что-то что-то в 2010 году расписывался то есть 14 лет назад здание такое уже подушаторное немного это не знаю что это а это водяной бак какой-то был да ну вот это чудо техники я вижу впервые тем более в шкафу что с обзором мы едим не менее мы едим мы у Флаг Эстонской Республики, синий, черный, белый. Кто знает значение слов, то есть цветов, пишите. Но не смотрите в гугле, если сами знаете, пишите. Нормально, пришел, оп, в свой рабочий кабинет, диванчик. Уселся, окошечко. И чувствуешь себя важным человеком. К тебе заходят, ты на диванчике, а не на старой табуретке. И раздаешь команды, приказы. Тоже печка. Пустой кабинет. О, протепло уже. Ой, да. Я думаю, что здание может быть в таком подушатном состоянии. Но паутина тут караулка много. Ёпти, они еще походу вместо решилки использовали старые-старые. Да, есть эта присказка про гвоздик. Сделал ремонт, гвоздик оставил, появилась уфаечка. Вот такая вот система. Вот такая вот система. Вот так вот. Ну, ну, ходишь уже, подустал от здания конкретно. Ну, просто шухляточки. Да, ну, там, может, какую-то интересную вещь вставят, которую можно отснять, сфотографировать. Смотри, здесь такая система. А здесь... Ну, не ломай, не открывайся. Не открывайся, не открывайся. Блин, нифига тут печик, тут еще жилой дом, что ли, был? Вот мне и тоже непонятно. О, культурная жизнь, 86-й год, что ли, да ладно? Приколи. Я еще пешком под стол ходил. Не могу найти год. Типа уже нету. Это антиквар. Да, даже бутылок такой форум. Да, да, да. Это раньше было. Блин, шалко не написано, какого года. Но мы не рекомендуем употребление алкоголя. Так, так, так. О, да кто-то свет пытался провести, притали, судя по всему. Культурная жизнь, 86-й. Да, вот тоже 86-й, остались у всех. Ну-ка. Вот еще волжанки. Может быть, в Ордейне. Что-то там, я не знаю. 92-й год. Да. Марат. Слушай, интересные журналочки были. О, формула, бля, эстонская. Да, Эстония, прикинь. Эстонская формула. Вот, чтобы вы знали, у нас в Эстонии есть даже своя формула 1. Ну, не факт, что есть, но была. Была. Да есть, нет. Музей, по-моему, где-то он стоит. Музей. Париж, Москва, Пекин. Короче, тут вон, все написали. О. Ламборджи, Ламборгини, Диабло. Или Ламборджини, или Ламборгини. Как правильно напишите. Там произношение. Смотри, что я увидел. Да. Вот это у нас было в волосатых временах. Да, хлебница. Только она у нас не была прикручена. Она у нас на столе лежала. Ну, да, да. Была такая. Я помню, у бабушки у нас была хлебница. Сейчас интересно, вообще кто-нибудь использует? Ну, я понимаю, там... Ну, у нас дома есть современная хлебница тоже. Молодежь, кто-нибудь, современные люди используют какую-нибудь хлебницу подобного типа. Камень. Паучили сколько. Паучащие царство. Так что... Смотри сюда. Тут термиты уже, походу. Так что нельзя сказать, что это заброшенный дом здесь. Ну, как? Живут. Живут, да. Паучки, паучки. Ух ты, блядь, блядь. Здесь, наверное. Чердак. Ну, тут, скорее всего, вряд ли что-то есть. Интересно. Ну, может, по-моему, что-нибудь. Фу, тут запах такой. Антенна еще волосатых. А? Антенна, слушай, смотри, какая щель. Ну, да. Ну, не, уже в современном мире ничего не поймаешь, кстати. Ну, естественно. Я вот был недавно в одном заброшенном доме, но там живет человек, хотя он заброшен. Он там пытался провода кинуть, знаешь, от телевизора. На улице. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это ты слышишь за осиное гнездо или какое? Да, вон еще одно. Ух ты. Ну, они все мертвы. Да, ну, это там они маленькие, но все равно. Вон еще. Ладно, пойдем. Да, на чердаке делать ничего. Ничего нет. Иногда бывает на чердаке различные интересные вещи лежат, которые можно пофотографировать. Но тут нет ничего. Так, ну и все тогда, да, что ли? Ну, по-моему, да. Поэтому пишите, понравилось ли вам это место, это видео. Ну, что вам понравилось? Лично для меня пульт, пульт просто класснейший. Ну, естественно, календарь моего года рождения тоже классный. Ему все-таки уже 32 года. Поэтому ставим лайки, подписываемся, комментарии пишите. Субтитры сделал DimaTorzok Что ты мечешься? Надоело поезда уже ждать. Сколько можно? Было бы все как надо. Приехал, отснял, уехал. А тут еще поезда ждать. Инвестируй в меня. Инвестируй. Когда уже? Я уже жду. Когда у нас будет водитель? Когда будет автомобиль? А не придется на поезде, либо с кем-то? Когда у нас будет водитель?